Здравствуйте! Я Олег Рожков. Прямо сейчас главные события дня в программе «Область новостей». Сегодня в выпуске. Лучший водитель такси России. От знаний правил дорожного движения и истории города до фигурного вождения и заданий с подвохом. Граньёный стакан наливают воду и ставят его на крышу автомобиля. С ним таксист должен проехать 200 метров и сделать три поворота на 90 градусов. При этом воду желательно не разливать. Дополнительные кабинеты врачебной помощи. Среди первых посетителей была и Юлия Савушкина. Приёмы всё готово и в физиотерапевтическом кабинете. Пока здесь, правда, не было ни одного пациента, но как только появится первое назначение о той или иной процедуре, оборудование включится и начнётся отчёт времени. Вековой юбилей Виктора Мержанова. Об открытии нового сезона ТГМПИ и Международного фестиваля имени Великого Мастера расскажет Мария Шумейкина. Виктор Карпович активно участвовал в музыкальной жизни своей малой родины, помогал в создании музыкально-педагогического института, а в первые годы после создания кафедры специального фортепиано был её заведующим. Псковская область Останки Павла Алексеевича Останки Павла Алексеевича обнаружили поисковики в Псковской области. Там же были найдены его личные вещи и солдатский медальон. Содержимое медальона, листок бумаги, который заполнялся бойцом, и там написано, кто он такой, фамилия, имя, отчество, его супруги, каким военкоматом призывался и так далее, что и позволило идентифицировать его и провести последующие мероприятия вплоть до захоронения. Почтить память Павла Алексеевича пришли местные жители и гости из Тамбовской области. В их сердцах и радость, и грусть, и гордость за подвиг. Все-таки наш район, наша деревня, конечно, гордость, гордость, гордость. Приятно же нашим удивительным цветом, всем приятно же. Мы же их не всех своих земляков-то помним. Семья Павла Алексеевича в 49-м году переехала в Луганскую область. Ее не смогли найти, поэтому было принято решение захоронить солдата на Малой Родине, где он провез свои довоенные годы. Имени Павла Алексеевича не было ни в списках погибших, ни в списках пропавших без вести. Теперь же он, наконец, вернулся домой. Мария Шумейкина, Николай Иванов, Олег Щербаков. Область новостей. Стартовал всероссийский автопробег, который организовала Ассоциация «Чистая страна» при поддержке Министерства природы России и российского экологического оператора. 7 сентября в Тамбове будет сделана первая остановка. Сегодня столичные организаторы обозначили задачи и анонсировали план мероприятий, которые состоятся завтра. Ассоциация «Чистая страна» создана в 2016 году. За это время она объединила региональных операторов, производителей спецтехники, а также специалистов в области обращения с отходами. Ее задача – популяризировать экологическое мышление и развитие новой экономической отрасли, которая уже сегодня обеспечивает обращение с мусором. Хотелось бы сдвинуть такой пласт непонимания, может быть, не сильной информированности населения о том, что происходит, какие люди работают в нашей отрасли, какая техника, какие технологии. А на самом деле отрасль очень интересная. Для нас в рамках этого мероприятия, в рамках пробега, очень важно показать людям, что лицо реформы, то, что вы видите каждый день у себя во дворе, это мусоровозы и контейнеры, это то, что действительно отвечает за собственное качество услуги для вас. Уже завтра гости и жители областного центра смогут посетить выставку современной техники, принять участие в экологических интерактивах на стадионе парка «Дружба» и посетить концертную программу на площади музыки. За 12 дней автопробег от Москвы до Геленджика пройдет через 7 городов. Предполагается, что он вовлечет более 30 тысяч человек и станет масштабным событием и важным этапом развития экологической культуры России. В Тамбове выбирали лучшего таксиста. В нашем городе прошел региональный этап конкурса «Лучший водитель такси России». Его участниками стали 17 водителей, профессионализм которых проверяли как в практике, так и в теории. Уважаемые участники, контрольное время на выполнение экзамена на правила дорожного движения 20 минут. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Максимальное количество баллов 20, равное количество вопросов. Также предусмотрены дополнительные баллы за время. Сначала теория. Тут как на экзамене в ГИБДД. Даже сотрудник полиции на месте контролирует выполнение заданий. Причем теоретическая часть состоит из двух этапов. Это проверка правил дорожного движения и то, как таксисты разбираются в краеведении. Знание истории субъекта Российской Федерации, то есть знание Тамбовской области, истории города Тамбова и знание законодательства действующего Российской Федерации о такси. Оказывается, быть хорошим таксистом – это не только уметь крутить руль, дожать педаль газа. Ты должен быть разносторонним человеком, и с законом дружить, и город знать, как свои пять пальцев. Юрий Бочаров как раз из тех, кто обладает всеми качествами хорошего драйвера. В прошлом году он занял первое место. Говорит, что настоящий профи должен быть коммуникабельным, хорошо ориентироваться на местности и уметь обращаться со своим автомобилем. Ежедневно я являюсь участником движения, и раз в год мне интересно проверить свои знания. Не забыл ли я ПДД, так как сдавал давно-давно. Ну и самое главное, естественно, с нами ездят пассажиры. Я думаю, несложно один раз в год проверить свои знания, чтобы клиент во время поездки был не только доволен комфортностью езды, но и также был уверен в своей безопасности. Насколько хорошо могут водить таксисты, показала практика. Скорость маневрирования, параллельная парковка, змейка, разворот в ограниченном пространстве – эти и другие упражнения стали испытанием для водителей. К тому же организаторы подготовили для участников одно коварное задание. Плавность вождения – еще один этап конкурса, требующий от водителей максимальной концентрации и осторожности. Суть его проста. В граненый стакан наливают воду и ставят его на крышу автомобиля. С ним таксист должен проехать 200 метров и сделать три поворота на 90 градусов. При этом воду желательно не разливать. По сумме всех этапов участники набирают очки. По их количеству и определяют победителя. А победитель получает денежный приз в размере 15 тысяч рублей и путевку на федеральный этап конкурса. Он пройдет в Сочи 26 октября на трассе «Формула-1». Олег Рожков, Михаил Мальцев, Анна Мусатова. Область новостей. Победитель уже известен. Им стал Иван Костюченко. Теперь он отправится в Сочи, отстаивая честь региона, на всероссийском этапе конкурса. В Тамбове прошел Всероссийский фестиваль «Вместе ярче». Это акция по привлечению внимания жителей нашей страны к вопросам бережного отношения к энергоресурсам, использованию в быту и на производстве энергоэффективных технологий. Участниками стали школьники, студенты, активисты детских организаций, рабочая молодежь и все те, кому небезразличны эти вопросы. Организаторы подготовили обучающие площадки по тематическим направлениям – электрификация, робототехника, спортивная и художественная зарядка. Так или иначе, каждое из этих направлений донесет до молодежи необходимый месседж, который и так уже давно на слуху у неравнодушных. Мы считаем, что никто кроме нас не сделает наше будущее, а наше будущее должно быть экологически чистым, и чтобы наше будущее поколение жило в комфортных условиях. Также обсудить вопросы по теме участники смогли во время круглого стола проекта «Лаборатория нерешенных проблем». В качестве спикеров там выступят специалисты регионального центра сбережения, тепловых сетей и Тамбов Энерго. Медицина стала ближе к северянам. Специально для удобства жителей зоны активной застройки сразу две тамбовские поликлиники открыли дополнительные кабинеты врачебной помощи. Среди первых посетителей была и моя коллега Юлия Савушкина. Многих из этих домов, а то и нескольких микрорайонов, еще не было, когда шестая поликлиника начала прием жителей Севера. Получилось так, что город разросся, а вот медицине стало тесновато. Поликлиника, она у нас маленькая, у нас около 2000 квадратных метров всего лишь. И она не рассчитана по площадям, по штатам рассчитана, а вот по площадям не рассчитана на такое количество прирастающего населения. Новое помещение в спортивно-тренировочном центре позволило поликлинике расширить жилищные условия, а медицинская помощь стала ближе к населению. Так, если добираться отсюда, то тяжеловато. Особенно если попадаешь в час пик, например, в 9 часов утра доехать до поликлиники, это уже целая проблема. Она занимает, чтобы доехать, допустим, до океана, до шестой поликлиники, это почти 40 минут занимало. А тут буквально 5-10 минут и ты уже здесь. Пока прием ведет только один врач-терапевт. В ближайшем будущем к нему присоединится коллега, а примерно через месяц здесь начнут принимать кардиолог и невролог. К приему все готово и в физиотерапевтическом кабинете. Пока, правда, здесь не было ни одного пациента, но как только появится первое назначение о той или иной процедуре, оборудование включится и медсестра засечет время. Со временем обращаться к медикам по новому адресу смогут свыше 6 тысяч пациентов. Это жители поселков Радужный и Северный, микрорайоны Слобода и Солнечный, а также несколько домов на Соборовской и Магистральной. В том же помещении, на Мичуринской 150, работает кабинет еще одной, третьей поликлиники. Прием ведет акушер-гинеколог. Юлия Саушкина, Евгений Михеев, Александр Кобзарев, Область новостей. Хакасский национальный театр «Кукол-сказка» приехал в Тамбов с гастролями. Его артисты славятся блестящей игрой и виртуозным владением куклой. Убедиться в этом теперь смогут и жители нашего города. Репертуар театра разнообразен. Его спектакль вовлекают в сюжет не только детей, но и взрослых. Во время гастролей артисты порадуют жителей Тамбова тремя постановками. Зрители смогут увидеть спектакль «Соседи», который принес театру «Золотую маску» в номинации «Лучший спектакль театра кукол». Трогательная постановка Ваня Датский познакомит тамбовчан с народными песнями и особенностями жизни поморов. Это о истории поморского мальчика, как он убежал из дома и стал большим капитаном. Но здесь на самом деле именно о тяге к родине, то есть о любви к родине, о том, как человек, где бы он ни был, вот этот зов родины, зов мамы. Сказка выступает в Тамбове в рамках федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодежи». Спектакли будут идти в Тамбовском государственном театре кукол до 9 сентября. Первую постановку можно будет увидеть уже сегодня. В Тамбовском музыкально-педагогическом институте имени Рахманинова стартует новый концертный сезон. Он совпал с седьмым международным фестивалем имени народного артиста СССР Виктора Мержанова. Фестиваль будет особенным, ведь в этом году отмечается вековой юбилей известного музыканта. Подробнее Мария Шумейкина. Фестиваль Виктора Мержанова знаковый для музыкально-педагогического института. Здесь бережно хранят память о выдающемся пианисте. Виктор Карпович никогда не забывал свою альмаматор. И очень много сделал для того, чтобы наш институт стал институтом. Для того, чтобы имя Рахманинова было популярно в нашей стране. Когда Виктор Карпович начинал только популяризировать творчество Сергея Васильевича Рахманинова, оно еще не было таким востребованным. И для нас это просто тоже важный очень человек, потому что он многому здесь дал начало. Виктор Карпович активно участвовал в музыкальной жизни своей малой родины, помогал в создании музыкально-педагогического института, а в первые годы после создания кафедры специального фортепиано был ее заведующим. В этих стенах под четким руководством выдающегося Виктора Мержанова оттачивал свое музыкальное мастерство пианист из Беларуси Сергей Смирнов. Приезд в Тамбов для него особенный. Он открывает фестиваль, исполнит сонату Рахманинова. И выбор произведения не случайно, потому что именно вот над этим сочинением Виктор Карпович уделил особое внимание, больше всего времени и так далее. А чувство очень сложное, потому что, видите ли, как я уже говорил, это вот впервые, когда его нету среди нас. И мне все время будет казаться, что он вот сидит в зале, меня слушает, и после этого подойдет ко мне, выскажет свои замечания, пожелания. Вместе с Сергеем Смирновым на открытии фестиваля выступил еще один ученик Виктора Карповича, белорусский пианист Андрей Сикорский. Музыканты сыграли произведения Аренского, Мусоргского, Рахманинова. Уже в первый день зал был полон счастливых слушателей. Большинство из них – постоянные гости Музыкального педагогического института. Я сама не музыкальный работник, я педагог с 40-летним стажем, но я считаю, что более уютного, более такого культурного заведения в Тамбове нет. В этом году международный фестиваль Виктора Нержанова будет длиться до середины декабря. Своя музыка жители Тамбовской области будут радовать известные талантливые музыканты. Мария Шумейкина, Михаил Мальцев, Олег Щербаков. Область новостей. Еще больше новостей на нашем сайте tvtombov.ru. А телефон нашей редакции – 56 46 48. Звоните и будьте в курсе событий вместе с нами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин